Добрый день, друзья! С вами программа про кухню, я ее ведущий Антон Чумаков. Сегодня у меня в гостях коммерческий директор торговой сети Кухни Сити Наталья Куликова. Наташ, привет! Привет! Сегодня мы будем говорить о бизнесе по производству кухонной мебели и продаже бытовой техники, естественно, сопутствующей ей. Ну и чтобы не было скучно, мы еще приготовим сегодня вкусный салат с бастурмой и оливковой заправкой. Договорились? Договорились. Полетели? Полетели. Я буду тебе говорить, что делать, так как рецепт мой, а ты будешь следовать моим советам. Хорошо? Хорошо. Для начала нам с тобой нужно, это прежде чем я задам тебе первый вопрос, нам с тобой нужно запустить всю эту историю, поэтому давай сделаем крутоны. Это такие крутые сухари. Бери, вот тебе доска. Спасибо. Выбирай нож себе по руке. Я возьму вот большой. Вот ты взяла правильный. Я большой, а ты правильный. Так, теперь мы с тобой берем вот такой багет. Он может быть подсушенным, кстати говоря, заранее. Давай можем пополам. Я двоим ножом порежу. Давай, отлично. Режем с тобой, смотри, показываю, как. Режем вот так и вот такими крупными достаточно кусочками. Да, хорошо, я поняла. Договорились? Договорились. Ну, отлично. Тогда поехали с нашими вопросами. Вот, очень меня интересует один вопрос. Мы с тобой давно знакомы. Это факт. Знаешь, мне кажется, вот сейчас с высоты уже каких-то прожитых в бизнесе лет, что лет 15 назад бизнес был какой-то более веселый, что ли, задорный. Я не знаю, как это объяснить, но вот у тебя нет такого ощущения? Ну, я тоже работаю в этой отрасли с 1999 года. Это 17 лет, получается. И я в целом, в целом согласна с тобой. Но если смотреть, вот, как бы каждый год все интереснее и интереснее, потому что он просто сложнее. То есть каждый год нужно в обязательном порядке не останавливаться на тех навыках, которые ты освоил. Ни в коем случае не думать, что все случится само. Так. Расширять свой и функционал, и диапазоны. Поэтому я бы сказала, что интереснее. Но, безусловно, спрос 15 лет назад и 10 лет назад, и даже до 2008 года был веселее. А сейчас, чтобы раскачать такой спрос, нужно... А в этом случае спрос был веселым, да. А сейчас, чтобы раскачать такой спрос, нужно очень много трудиться. Вот мы сейчас и как раз проверим, как вы трудитесь над получением такого замечательного спроса, как было раньше 15 лет назад. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, не мельчи, не мельчи, они потом все развалятся иначе. Я поняла. Вот нам нужны только качественные такие крупные. Вот, немецкие крутоны практически. Вот скажи мне, пожалуйста, у вас есть своя торговая марка, Кухенберг. Верно. Скажи мне, почему кухни с немецким акцентом? Торговая марка Кухенберг у нас реализуется через торговую сеть Кухни Сити. Ну, коммерческим директором, которым я и являюсь. Компания «Фабрика Кухенберг» – это российско-немецкое предприятие. И все стандарты производства мебели точно такие же, как и в Германии. Начиная от станочного оборудования и заканчивая стажировками ведущих специалистов непосредственно в Германии. То есть вы их туда отправляете с какой-то регулярностью, да? Да, на постоянной основе. Это, естественно, обеспечивает качество продукции. И отзывы наших клиентов это свидетельствуют. У нас более 80% повторных покупок. Действительно так. Вот, это отдельный разговор, кстати говоря, про повторные покупки. А скажи мне, пожалуйста, повторные покупки в кухнях – это что? Ну, вот мне всегда казалось, что человек купил себе кухню и забыл на лет, ну, 15. К кухне, как правило, нужны комоды. Мы же индивидуальные кухни изготавливаем. И есть, допокупают мебель, безусловно. А, дополнительно. И также мы называем, ну, по рекомендациям, да, тоже в том числе повторная покупка – это по рекомендации друзей, родственников. Сарафанное радио. Сарафанное радио, да, верно. И, естественно, это возможно достичь только… Только? Качеством. Только качеством? Да. А вот в этой связи, мне, знаешь, интересно, что сейчас, как принято говорить во времена кризиса, что для покупателя стало более важным? Ну, я не намекаю на то, что цена стала более важной, потому что цена… Само собой. Все равно на кухню, ну, да, само собой, но цена на кухню… Вот, ты закончила? Да. Давай мне потихонечку всю эту историю. Сейчас мы… У нас крутонов, мне кажется, даже будет чуть больше, чем надо. Поэтому мы… Мы их можем не все использовать. Мы их можем не все использовать, да. Мы их даже… Да, а то будет слишком много. Сейчас надо будет добавить немного еще масла. Так вот, знаешь, я еще помню те времена, не так давно, кстати говоря, которые были, когда покупатель в хорошем очень смысле немножко избаловался. Да, и вопрос цены отошел на второй план, и на первый план вышли такие вещи, как скорость доставки, быстрота сборки, качество дизайнерской сборки во время процесса получения, ну, или составления заказа. Сейчас как-то это поменялось вообще? Нет, это не поменялось, только усилилось. Сейчас по-прежнему важны как сроки, качество, стоимость, ну, цена покупки, конечно же. И, безусловно, обслуживание. Это сейчас только в этом направлении еще больше развивается функционал, потому что мы уже составляем и выезжаем на дом составлять дизайн-проекты. Не только в салоне, но и… На дом? На дом, да, да. А как это происходит? Потому что пробки делают свое дело, и клиенты хотят экономить. И не только уже определиться с окончательным дизайн-проектом, они готовы в салоне, но и рассмотреть несколько вариантов первоначального дизайн-проекта им необходимо дома. И мы услугу эту тоже предоставляем. Хотя раньше даже об этом, в общем-то, и речи не было, скажем так. Слушай, вот интересно. Мы сейчас продолжим с тобой эту тему, кстати говоря. Наш салат интересен чем? Есть вот эти вот сухарики замечательные, которые мы сейчас обжарим, и потом дадим им немножко отдохнуть. Выложим их на полотенце. Хорошо. А в остальном салат дальше он собирается. Делаем заправку и дальше его собираем. Сейчас мы достаем большущую миску вот такую вот. Вот из замечательной нашей кухни. Ставим ее сюда. Так, дальше мы сейчас с тобой займемся заправкой. Для того, чтобы сделать заправку, нам с тобой нужна горчица с семечками, желательно уксус, ну, соль, перец, оливковое масло. Давай будешь делать заправку. Сюда мы отставим нашу миску. Маленькой будем делать заправку. Хорошо. Так, сейчас я тебе выдам инструмент. Смотри, что мы делаем сейчас. Две чайных ложки вот этой замечательной горчицы, оливковое масло примерно 3-4 столовых, одну чайную ложку бальзамического уксуса, соль, перец по вкусу. Справишься? Да. А я пока-то у нас уже начинаю от сухарики немножечко подгорать. Мы их снимем обязательно. Так, нам это больше не нужно. Возвращаемся к моим вопросам. Вот как раз в связи с тем, что ты говорил о том, что у вас сейчас есть такие услуги, как выезд на дом, это идет, как мне кажется, немножко даже в противоречии тенденциям, которые наблюдаю я. Да, вот, например, в истории с Икеей или Леруа Мерлен, скажем. Там, мне кажется, противоположная история, когда люди приезжают в гипермаркет большой, покупают все, начиная от кирпича и цемента, и заканчивая, ну, соответственно, кухней, бытовой техникой и всем остальным, фурнитурой. И делают это все в одном месте. Вы идете в связи с тем, что вы считаете в обратном направлении, в другом направлении, в связи с тем, что вы с ними конкурируете или вы не конкурируете. Это они к вам как относятся, вы к ним как относитесь? Ну, мы по-хорошему работаем с разными категориями клиентов абсолютно. И если в Икее уже готовые решения, цветовые готовые решения, размерные, и клиенты, приходя, соглашаются с тем, что есть в ассортименте, и покупают то, что есть. В нашем случае у нас, конечно же, индивидуальный подход, причем во всем. Как вот вплоть до того, что приехать на дом составить дизайн-проект, также выбор цветов более 200, ну, это действительно так. 200? 200 цветов фасадов, да. И это абсолютно без переплаты, это вот на выбор. И мы все реализуем, мы все производим. Любой размерный ряд, ну, естественно, который собирается функционально. И поэтому наши клиенты, они изначально хотят эксклюзивную кухню, которая непосредственно впишется в их пространство, где все необходимое будет под рукой, она будет удобная и, самое главное, красивая. Потому что, ну, безусловно, в индивидуальности также учтен и стиль. Это безусловно. И самые, ну, наверное, лучшие тенденции мировые соблюдены в стиле. Слушай, меня немножко в слове эксклюзивность пугает подспудное слово цена. Вы в этом плане находитесь на ценовой шкале. Где примерно? Как вы себя позиционируете? Ну, мы находимся на уровне все-таки премиум класса, но в нижней его части. Ну, то есть мы очень хорошая стоимость у нас премиум кухни. Лучшая в Москве. За хорошее качество. Да. Практически немецкое. За позволительные деньги. Правильно? Правильно. Да, абсолютно. Все понятно. Хорошо. Что у нас с заправкой происходит? Сейчас ее надо перемешать. Перемешать, да. Перемешиваем очень-очень тщательно. Оливковое масло надо добавить, нет? Да. Давай, добавим. Думаю, надо. Стоп. Я просто хотел сначала перемешать, потом добавить. Хорошо. Сейчас. Нам еще потребуется с тобой обязательно лимон для того, чтобы нашу заправочку отполировать. Сухарики наши уже отдыхают. Задам тебе вопрос, который задаю всем своим гостям. Скажи мне, пожалуйста, по твоему мнению, Россия является страной брендов? Ну, в том плане, что россияне в хорошем смысле, на мой взгляд, являются брендозависимыми или покупателями? Или нет? И как это поменялось, если поменялось, на твой взгляд, за последнее время? Ну, по-моему, Россия всегда отличалась тем, что покупатели были брендозависимыми. И сейчас это не изменилось, по моим ощущениям. Ну, если рассматривать клиентов, с которыми работаем мы, то, наверное, нет. Потому что очень важно качество, производство и стандарты соответствующие. Поэтому бренды важны. И, по-твоему, так и будет дальше? На ближайшие пять лет точно. То есть никакой кризис нам не помеха? Ну, я считаю, что это не кризис уже, а... Ментальность. Ментальность, да. И с этим надо просто жить. И понимать, что изменение экономической ситуации на эту ментальность не будет иметь никакого значения. В целом. Друзья, как будет развиваться бизнес по производству кухонной мебели, мы узнаем в следующей части нашей программы. Мы уходим на рекламную паузу. Не переключайтесь, будет, как обычно, интересно и вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Друзья, с вами снова программа про кухню. Я ее ведущий Антон Чумаков. И в гостях у меня по-прежнему Наталья Куликова, коммерческий директор сети кухонных салонов Кухни Сити. Мы по-прежнему продолжаем делать салат с бастурмой и оливковой заправкой и говорить про бизнес по производству кухонной мебели. Слушай, вот мне интересно, мы немножко вернемся к немецкой теме, безотносительно кухенберг, а вообще в целом. Как тебе кажется, вообще все немецкое по-прежнему продолжает привлекать российского покупателя в той же самой связи, может быть, что Россия является брендовой страной, любительницей брендов? Или это стало как-то пропадать в связи с тем, что ценник выходит на первый план? Как ты считаешь? Я считаю, что даже если говорить именно о импорте, то это как раз то, о чем ты говоришь, очень наблюдаю именно эти вещи. О российско-немецких компаниях или о любых компаниях, это ведь не только кухня, много бытовой техники, мебели иной, корпусной, таким же образом производятся на российско-немецких предприятиях, то как раз таки те, кто раньше вот исключительно формировали свою точку зрения на том, что они могут купить только импортную кухню немецкую, сейчас совершенно спокойно рассматривают и такие предприятия, в которые мы входим, то есть российско-немецкие, и доверяют, и поэтому, наверное, все-таки немецкая по-прежнему. Ну, они, да, доверяют, а проверяют время, по-моему, да? Да, да, да. Слушай, смотри, сейчас что мы будем делать? Я только что положил сюда салатную смесь, ее специально не убираю, она нам еще понадобится. Хорошо. Я думаю, что нам лучше сменить ложку на большую. Твоя задача – полить вот эту смесь заправкой, потратив примерно треть. Хорошо. Не больше, а я пошел за бустурмой. А мешать надо? Нет, не надо ни в коем случае. Просто полить? Нет, просто полить, потратив не больше одной трети. У нас тут есть небольшой роялик в кустах, отлично, сейчас будет красиво еще. Бустурма, вообще ее, конечно, хорошо бы просто взять и тоненько порезать, но так как… Она уже порезана. Она уже порезана, да, то вот вторая тебе задача, пока ты будешь рассказывать мне. Хорошо. Взять и красиво выкладывать ее примерно в два слоя. Ну, как эта женщина умеет, покажи мне, я же даже не знаю точно. Прямо вот выкладывать? Да, прям вот выкладывать, вот прям в беспорядке в таком вот… О, это я умею лучше, чем в порядке, да. Вот прям, вот отлично, вот отлично. Скажи, пожалуйста, вот кухни какого дизайна сейчас больше востребованы? Вот интересно узнать, насколько поменялось ли соотношение современной кухни и классической, ну так называемой ретро, или не поменялось, или вообще что происходит здесь? Только всю не выкладывай, а то будет слишком много. Хорошо. Я тебе скажу, когда хватит. Хорошо. Не поменялось. Вот как раньше реализовывалось 70, от 60 до 70 процентов классических кухонь, так и сейчас реализуется в таком же объеме от 100. 60-70 процентов? Да, классических кухонь. Я думал, гораздо меньше, честно говоря. Просто есть небольшие уклоны, есть разные… Стойте. Да, стою. Есть разные… Говори. Есть разные сегменты. Даже в классике, да, то есть, потому что в классике есть и стиль Прованс, он тоже классический, безусловно. Ну, имеется в виду, что он очень… не классический, а имеется в виду, что он рядом, рядом. И также есть неоклассика, это такой… современный такой вид классики, это когда с фасадами современными используются декоры классические. И также есть имперская классика, это такие дворцовые стили, дворцовые кухни, ну, такие очень, как вот в дворцах. Ну да, да, я понимаю, что… То есть вот немножечко ушло, именно это направление, оно осталось, просто оно очень сильно расширилось, вот я о чем хотела сказать. И по-прежнему его покупают в таком же объеме. Просто если раньше было два направления, ну, вот в этом классическом, то сейчас вот больше направлений. И покупают точно так же. А в современном? Не стало больше? Мне кажется, что сейчас стали появляться кухни всевозможных космических дизайнов. Или это все такая приходящая мода и уходящая? Это приходящая мода и уходящая, да. Это больше для того, чтобы провести презентацию, привлечь взгляд. А люди заходят, а покупают классические модели. Понятно. Так, с бастурмой мы все закончили. Теперь твоя задача заключается еще раз в том, чтобы сделать… Потратить ровно треть. Хорошо. Что-то, 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 забыл. Так, самое время для наших сухариков. Это самое… На легкий салат, кстати. Легкий? Ну да, подожди, это еще же не все. Тут есть секретики, да. Он легкий и вообще должен быть еще, ко всему прочему, некрасивым. Так, 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 так. Еще чуть-чуть. Сейчас, чтобы не загромождать. Его не надо загромождать. Вот это уже будет лишнее. Это я убираю. Еще чуть-чуть по округу. И оставь немножко заправки на самый конец. Хорошо. Так, хорошо. Теперь у нас на очереди финальная часть сборки нашего замечательного салата с бастурмой и оливковой заправкой. Берем доску, это тебе. Давай. Сейчас я тебе дам еще нож. Вот такой вот большой. Здорово. Нужно тебе вот этот перец порезать тоненькими полосочками. Раз, два. Продольными? Продольными, ага. Чтобы было красиво. Хорошо. Да, больше, наверное, не надо. Нет, надо еще один. Да, да, да. Вот. Посмотрим. Если будет лишнее, просто не будем добавлять. Скажи, пожалуйста, а вот в ваших отношениях с конкурентами за последнее время канал кухонных студий сильно теряет. Мы это видим по статистике, мы это видим по отчетам компаний, которые собирают информацию статистическую по рынку. Конкуренция стала какая? Более жесткая. Жесткая. Более жесткая. То есть конкурентов стало меньше? Да. Да, да. Но? Но? Она жесткая. Очень. В чем выражается? Ну, по факту выражается даже в том, что если не заинтересовать клиента здесь и сейчас на месте, то он к тебе уже не вернется. И поэтому все мысли надо устремлять на то, каким образом и что предложить, чтобы выбрали тебя здесь и сейчас, зайдя вот просто на подиум единожды. Раньше о таком думать не приходилось. Ну, вот, чтобы вот до такой степени. То есть у покупателя, покупатель теперь дает вам только один шанс? Один шанс, один шанс, да. И все? Да, да, верно. Иначе он уйдет и... И скорее всего не вернется. И не вернется. Скорее всего, да. Потому что он очень сведущ в области того, что нужно с точки зрения все-таки цены. Вот это настолько важно, что необходимо как это и бить в ассортименте, так и уметь это объяснить, что у нас это есть. И если он это не услышит, покупатель, то он уйдет. Вот и все. И больше уже, по всей видимости, не вернется. Да, потому что остальные конкуренты тоже же не стоят на месте. И по факту у них есть как раз тоже один шанс. И если мы упустили, то они им воспользуются. Ну, в конечном итоге это для покупателя плюс. Да, да. Это время покупателя. А для вас? Для нас тоже. Мы очень хорошо себя чувствуем. Здорово. Мы рады интегрироваться под покупателя и под эти запросы. Мне кажется, это должно как-то вас подхлестывать, что ли. Так и есть. И подталкивать, иначе вы не протянетесь слишком долго. Так и есть. И мы вот именно в таком режиме и работаем. Очень эффективно работаем. Правда. Так, ну мы продолжаем наш салат собирать. Здесь есть несколько таких интересных изюминок. Вот, отлично все получается. Я предлагаю сейчас вот заканчивать нам даже с перцем. С перцем, но я все-таки ударежу, хочу. Отлично, пальцы. Осторожно, пальцы. Но я смотрю, ты опытный человек. Так, теперь смотри. Что мы сюда добавили? Мы добавили сюда грецкие орехи, помимо крутонов. Да, я видела. Теперь еще интересный момент, мы добавляем сюда вяленую вишню. Это может быть вишня, это может быть изюм, но если изюм, то не сладкий, а такой с кислиночкой. Я поняла. Потому что он будет играть вместе с вот этой заправкой и замечательным вот этим вот перцем. Так что давай щедрую рукой. Можно всю покушать, а я все-таки нет. Тебе решать, ты же сегодня брулишь всем процессом. Вот, отлично. Сейчас я ей помогу. Отлично. Несмотря на то, что такой цвет, это все-таки вяленая вишня, я знаю точно. А теперь предлагаю сделать следующее. Порежь пополам. И давай украсим. Наверное, нужна какая-нибудь вилка тебе. Дуб, не укроши. Я просто так же это вот сверху. Да, да, как вот своя рука Владыка. Прекрасно. Такой вопрос тебе задам. Как, по твоему мнению, в последнее время комплекты кухонь стали покупать вместе с бытовой техникой? Или человек приходит, выбирает мебель, а предпочитает покупать бытовую технику, как это говорится, на стороне? Идет куда-нибудь в другое место и там, собственно, ее и покупает. Очень хороший вопрос, потому что, конечно же, перед тем, как прийти за кухней, так же, как и за бытовой техникой, как правило, клиенты уже знакомятся с тем, что они хотят в интернете и ищут то, что они хотят. И, безусловно, сразу у них есть понимание, где это можно купить на стороне. А приходя в салон, они только там узнают, ну, как правило. То есть они не ожидают? Нет, они ожидают, но в целом они понимают, что и здесь тоже можно купить. И здесь все очень просто. Если цена будет отличаться, то у тебя не купят. Вот и все. Поэтому нужно в обязательном порядке соответствовать все-таки рынку. Тут никуда от этого не деться. Ну, вот такой вот совет. И если это делать, то, конечно, покупатель купит. А если он будет знать, что все-таки он может купить где-то на стороне дешевле, наверное, он сделает... Все-таки уйдет. Да, он уйдет и сделает выбор в пользу того, где он видел это дешевле. Конечно. Все понятно. Ну, я смотрю, мы приближаемся уже к концу. Давай я, чтобы не портить красоту, все лишнее отсюда уберу. Ну, и последний штрих, последняя часть нашей замечательной оливковой заправки. Прямо по кругу, прям по кругу красиво. Вот, и пока Наталья занимается этим замечательным делом, хочу сказать тебе, что у нас есть для тебя подарок. От компании Ханса. Кофейный набор. Пень, наслаждайся. Спасибо большое. Надеюсь, что ты к нам еще придешь не раз. Обязательно. Отлично. Друзья, с вами была программа про кухню. Я ее ведущий Антон Чумаков. В гостях у меня сегодня была Наталья Куликова, коммерческий директор Кухни Сити. До новых встреч. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова